Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие», и сегодня мы будем читать 31 главу этой книги. В этой главе рассказывается о том, как Моисей назначил Иисуса на вина предводителем израильтян. Повеление публично читать закон на праздник Кущей, чтобы весь народ каждый год вновь слушал эти слова. Также в этой главе рассказывается о том, как Господь является Моисею и Иисусу на вину. И о том, как свиток закона положен рядом с Ковчегом Завета. И первая тема – Моисей назначает Иисуса на вина предводителем израильтян. Моисей понимает, что его дни на исходе. Он не войдет в землю обетованную. Это очень символично. Только с помощью закона человек не способен войти в Царствие Божие без действия божественной милости и благодати. Потому что человек не способен исполнить весь закон. А Моисей – это символ закона. Если такой человек, как Моисей, не вошел в землю обетованную, то это как бы свидетельство всем нам, что без благодати Евангелия мы не сможем, опираясь только на заповеди Моисеева закона, войти в рай сладости. «И пошел Моисей и говорил слова Сии всем сынам Израиля и сказал им, «Теперь мне сто двадцать лет, я не могу уже выходить и входить». И Господь сказал мне, «Ты не перейдешь Иордан сей». «Выходить и входить». Он входил в ковчег Завета, беседовал с Богом, то он выходил к народу и пересказывал эти слова. «Господь, Бог твой», то есть Тот, Который сказал Моисею, «Ты не перейдешь Иордан сей», «Сам пойдет перед тобою», говорит Моисей, «Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими». Иисус, то есть Иисус Навин, пойдет перед тобою, как говорил Господь. «И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями Амарийскими, которые были по эту сторону Иордана, и с землею их, которых Он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал Я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не ужасайтесь, и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Конечно, новость о том, что даже Моисей не войдет в землю обетованную, она не могла не напугать весь народ, поэтому вот эти слова утешения от Господа, что Господь не оставит, Господь не покинет. А это важнее присутствие и помощи любого человека. «И призвал Моисей Иисуса и пред очами всех израильтян сказал ему, «Будь тверд и мужественен, ибо ты войдешь с народом всем в землю, которую Господь клялся отцам его, дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Вот эта заповедь была дана народу Божию, не бойся и не ужасайся, не только Иисусу Навину, именно потому, что они нарушили эту заповедь, они все-таки испугались и начали ужасаться. Процесс освобождения земли растянулся на многие годы, и еще после смерти Иисуса Навина там жили язычники. Далее идет повеление публично читать закон на праздник Кущей. И написал Моисей закон сей. Имеется в виду, что Моисей написал весь закон сей, включая окончание книги второзакония, где рассказано уже о смерти Моисея. Моисей – пророк Божий. Как можно удивляться? Причем отличие Моисея, все пророки, они говорили о будущем, а Моисей рассказал о сотворении мира даже. Неужели тот, кто проницал сотворение мира в Духе Святом, не видел своей смерти и не мог ее описать? Это надо быть неверующим, чтобы так говорить. И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня и всем старейшинам сынов Израилевых. То есть дело преподавания закона Божия – это дело священников и старейшин, то есть авторитетных лиц в народе Божьем. И завещал Моисей и сказал, по прошествии семи лет, в год отпущения, отпущения грехов, в праздник Кущи, «Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога Твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его». Имеется в виду первый праздник Кущи. Потом этот праздник становится ежегодным, как и сейчас праздник Суккот, Кущи у евреев ежегодный, и они должны читать закон. «Читай сей закон пред всем Израилем вслух его». Вслух его, то есть внятно читай, чтобы люди слышали. «Собери народ, мужей и жены, детей, пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились». Слушали текст Писания, а учились, когда им будет даваться истолкование Писания. Здесь слушать – это одно, а учиться – другое. «И чтобы боялись Господа Бога вашего, старались исполнять все слова закона сего, и сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которой вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». Далее Господь сам является Моисею и Иисусу Навину. «И сказал Господь Моисею, «Вот дни твои приблизились к смерти, призови Иисуса и станьте у входа в скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус и стали у входа в скинии собрания, и явился Господь в скинии в столбе облачном, и стал столб облачный у входа в скинии собрания». Теперь Иисус Навин стоит как бы наравне с Моисеем. «И сказал Господь Моисею, «Вот ты почаешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ними». Апостол Павел пишет, что все, что было с ними, с древними иудеями, это в прообразах для нас, христиан. И апостол Павел пишет, «По отшествию нашим, то есть, когда умрут апостолы, войдут в церковь волки лютые, нещадящие стадо, и из самих вас восстанут таковые». То есть, видите, некое сходство. «И возгорится гнев мой на него, то есть, на народ в тот день, и я оставлю их, и скрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, «Не потому ли постигли меня сие бедствия, что нет Господа Бога моего среди меня?» «И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». В случае с христианами это разные ереси, секты, которые будут появляться вокруг церкви и даже из числа служителей церкви. Итак, напишите себе слова «песни сей». Моисей хочет взбодрить народ, дать им песнь. «И научи ей сынов Израилевых и вложи ее в уста их, чтобы песни была мне свидетельством на сынов Израилевых, ибо я введу их в землю добрую, как клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют и обратятся к иным богам, и будут служить им. А меня отвергнут нарушат завет мой, который я завещал им. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст их и из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я вел их в добрую землю, о которой я клялся отцам их. И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых. И заповедовал Господь Иисусу Навину и сказал ему, будь тверд и мужественен. Это вторая заповедь, первая заповедь, не бойся, не ужасайся, и здесь будь тверд и мужественен. Вот эти заповеди особенно священнослужители должны соблюдать. Ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою. Когда Моисей написал в книгу все слова закона сего до конца, то есть до конца этой книги, в том числе эти слова, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя, то есть народа, если они будут грешить, ибо я знаю упорство твое и жестоковыность твою, вот и теперь, когда я живу с вами, ныне вы упорны пред Господом, не тем ли боли по смерти моей, соберите ко мне всех старейших, старейшин колен ваших и судей ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову вас свидетельствовать небо и землю, ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, как апостол Павел знал, что по смерти его многие отступят от истины из числа христиан. Что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и в последнее время постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло предачами Господа Бога, раздражая его делами рук своих. А для христианского мира великое поражение будет это апостасия, всемирное отступление от веры, и Христос говорит, что придя на землю, едва ли найдет веру на земле. Это значит, апостасия коснется и христиан. И изрек Моисеев слуг всего собрания израилетян слова песни сей до конца. Итак, из этой главы мы выяснили, что весь закон Божий до самого конца, в том числе те отрывки, где говорится о смерти Моисея, написал сам Моисей. Правда, есть точка зрения, что дописывал Иисус Навин, но более устойчивая точка зрения, что все написал боговидец Моисей. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 32 главу этой книги, где звучит сама песня Моисея, о которой мы уже прочитали в окончании 31 главы.